друзья всех приветствую на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и разумеется как и всегда говорим о ключевых фундаментальных отчетах влияющих на динамику финансовых активов друзья большое спасибо всем за лайки которые вы ставите за комментарии дискуссия под каждым брифингом становится все активнее и активнее это опять же то чего я добивался чтобы вы высказывали свою точку зрения делились вашими мнениями и на основании этого мы в целом вместе будем искать истину того что на площадках происходит те кто еще не подписался на наш канал друзья сделайте это а те кто еще не ставил лайки не забывайте что у вас есть такая возможность давайте поговорим о том что у нас случилось в ходе вчерашнего дня здесь стоит отметить безумное ралли рынка нефти в целом с минимума который был зафиксирован брендом в конце апреля 21 апреля по бренду этот уровень составил 17 46 доллара за баррель сейчас уже котировки 30 и 80 то есть фактически рынок нефти сделал но почти а сто процентов титаническая и безумнейшая бычья ралли на чем сейчас растет рынок нефти на признаках снятия определенных ограничительных мер мер карантина которые снова вернули на рынок надежду что мировая экономика вскоре восстановится это потребует больший аппетит на сырьевые ресурсы в сухом остатке друзья можно сказать что рынок нефти сейчас растет на оптимизме на надеждах и невероятного невероятной веры в будущее но не на фактах хотя с другой стороны если сопоставлять надежды и факты здесь можно даже поспорить что для рынка является более определяющей силой также есть позитивный комментарий о том что якобы сша они собираются экономически давить китай если те будут выполнять торговые обязательства в соответствии сделка которая была заключена еще фактически как полгода назад эти комментарии прозвучали на фоне обмена колкостями между пекином и вашингтоном мы также об этом говорили тогда я делал акцент на то что трамп фактически обвинил китай то что именно они являются эпицентром производством именно этого вируса и трамп допустил возможность введения дополнительных пошлин друзья это репетиция разумеется перед новым раундом каких-то санкционных мер и барьеров которые будут приняты просто нужно принять это к сведению и я думаю что китай уже а собственно не а выкрутится что я думаю по рынку нефти моя позиция друзья а прежней у меня остается небольшой еще объемчик по целу я держу эту позицию потому что я жду экспирации июньских фьючерсов а произойдет это 19 мая соответственно к этому времени скорее всего из-за того что трейдеры будут опасаться о вероятности развития событий ну или нечто подобного то что мы видели ранее с майскими фьючерсами будут перекладывать капитала в другие контракты выходить собственно из ближайших контрактов это априори должно спровоцировать коррекционную и нисходящую динамику плюс ко всему я не верю друзья в то что так быстро удастся восстановить спрос на углеводороды потому что лакмусовая бумажка и главным индикатором спроса на нефтянку является нормальная функционирующая авиационная отрасль а то что она вряд ли оправиться в ближайшее время доказывает даже активности и действия председателя совета директоров фонда верхшая х тв и миллиардера уорона бафта который как вы знаете в минувшие выходные сделал сенсационное заявление о том что выходит полностью издали в акционерных капиталах американских авиаперевозчиков опять же это принимает убытки это не свойственно ему потому что считает что авиационной отрасли не восстановится в ближайшее время и вообще до конца этого года это друзья скажем взгляд со стороны и мнение альтернативное того что не стоит опять же говорить гоп пока не перепрыгнули да конечно же хочется верить то что пандемия отступит но на восстановление мировой экономики понадобится очень много времени поэтому я все-таки считаю что мы увидим еще развитие нисходящей динамики сегодня триггером для распродаж могут выступить данные по запасам которые выйдут в 17.30 по московскому времени ожидается прирост это точно потому что несколько часов назад американский институт нефти сообщил о том что запасы выросли на 84 я жду похожие цифры и от администрации энергетической информации дальше идем индекс доллара 99 86 сейчас растем уже третью сессию подряд важный день потому что сегодня у нас репетиция перед non-farm peril сегодня у нас отчет в 15 15 по московскому времени отчет от и дипи тоже динамика по изменению числа занятых безусловно мы настраиваемся на слабые цифры и я делаю акцент на то что на этой неделе мы вообще сможем с вами четко получить ответ на вопрос сохранил ли за собой еще доллар статус защитного самого высоколиквидного и надежного актива рынка форекс и данные по non-farm peril нам помогут это сделать настраиваясь на слабые цифры я жду все-таки соответствующие реакции для доллара это укрепление его позиции и нечто подобное сегодня как раз сможет пойти уже после выхода данных от и дипи потому что целом это частная оценка тех же самых того же самого состояния и о самочувствии сектора труда а сша вчера у нас был релиз а по активности сфере услуг от sm и маркет ну разумеется статистика везде хуже некуда по маркету снижение с 27 до 26 7 но куда более важным и объективным является отчет от и сэм здесь 41 8 друзья спад ниже 50 в принципе даже если бы было 49 и 9 это уже было бы доказательством рецессии но 41 8 это вообще рекордный минимум никогда активности потребителей не снижалась больше чем на один процент но судя по вот этим цифр мы можем сделать вывод о том что потребительская активность реально рискует просесть больше чем на 3-4 процента поэтому по индексу доллара где только длинные позиции биткоин растет 9042 не такая волатильность которой мы уже привыкли по итогам прошлой недели и не такое мощное восходящее движение но еще не вечер друзья хаулинг только в следующий вторник да и после нам нужно будет подождать потому что по историческим именно наблюдением по опыту биткоину нужно будет время чтобы он раскачался и правильно отработал вот этот фон самое главное то что биткоин уже растет интерес к нему повышается и еще не поздно зайти в длинные позиции если вы так же как я верите впоследствии положительные для него от халвинга золото 1702 тоже здесь в принципе те же самые уровни что и раньше видимо золото вместе с нами ожидает опять чечные данные по нонфарм пэрлс и этом уже может укрепиться евро против доллара 108 35 друзья вчера обвал европейской валюты точно совпал с решением конституционного суда германии который фактически одобрил их действие европейского центрального банка касательно программы количественного смягчения то есть подтвердил что эта программа не запущена больше пяти лет назад не нарушает таких законов почему это привело к снижению курса евро потому что такое решение конституционного суда германии фактически открывает возможности для более масштабного стимулирования монетарной политики со стороны и цб это может быть друзья увеличение программы количественного смягчения и готовность покупать облигации как я уже отмечал с мусорным рейтингом фактически можно сказать что на основании вчерашнего решения стоит сделать вывод о том что европейский центральный банк на следующем заседании анонсирует такие изменения именно в ассортименте покупаемых облигаций поэтому программа увеличится любые меры смягчения это рост денежной массы негативный фактор для курса национальной валюты сегодня друзья у нас куча активность статистики по активности в сфере услуг ждем также как и производства слабые цифры и ждем что давление на евро усилится котировки 1 0 8 35 это только начало фунт против доллара 1 24 29 наконец-таки мы лед тронулся и здесь и в отношении фунта также пошли вниз сфера услуг разочаровала 13 4 это уровень который указывает на то что сфера услуг лежит на дне банк англии уже завтра проведет заседание ставка сейчас находится на отметке 0 1 и действует программа количественного смягчения объемом 645 миллиардов я допускаю друзья что после последних данных по промышленному сектору сфере услуг банк англии реально может анонсировать дополнительные меры стимулирования что приведет к еще большим распродажам британской валюты на этом все большое спасибо за внимание всем всего доброго до свидания